Доброе утро! Сегодня выходной, и я покажу, как проходит мой выходной. Вообще, свое утро я уже начала где-то в 6 часов утра, я проснулась, мне сегодня не спалось, и я сидела в интернете, я лёжа сделала медитацию на 15 минут. Вообще, я люблю медитировать утром, когда только проснулась, и не вставая, не сидя, просто лёжа, я включаю себе на ютубе, начинаю дышать и слушать. И это, наверное, всё, что я делала. На самом деле, я вообще ещё не решила, какие у меня планы, однозначно. Подписчики в моём инстаграме проголосовали за то, чтобы мой завтрак это были блинчики. И если ты не подписан на мой инстаграм, то подпишись. Да, я всё-таки решила с утра первое, что сделать, после того, как я встала и записала вам начало видео, это позаниматься йогой. Вообще, йогой, именно вот такую утреннюю йогу, выходной, я люблю прям заниматься в пижаме, я выбираю что-нибудь очень простое, просто для того, чтобы продышаться, проснуться, вообще почувствовать своё тело, свои мышцы, потому что, ну, неделя выдалась достаточно тяжёлая, было много тренировок каждый день. Вчера последняя тренировка была в качалке, и хочется всё-таки не работать такую йогу тяжёлую, а что-то такое на расслабление больше, о чём-то подумать, послушать хорошую музыку. Ну и сейчас я буду готовить завтрак и убираться на кухню, и когда я это делаю, я вообще каждое утро слушаю какую-нибудь книгу или интервью на ютубе, и сегодня я буду слушать книгу про коммуникацию, и разбираться со всем этим, готовить завтрак, и потом покажу вам его. Так вот, сегодняшний завтрак. Здесь у меня блинчики будут, видите, у меня там банан есть, два яйца, протеин шоколадный и овсянка. Я это сейчас всё смешаю и буду жарить. И к блинчикам я ещё сделаю такое смузи, просто здесь манго, персик и ананас. Я просто его в блендере собью, и будет как, не знаю, блинчиком как варенье. Я, короче, в инстаграме засняла, а для видео на ютубе нет. Вот, короче, мои блинчики. Всё пожарила. Миша. Буду кушать кофе, блинчики, фрукты. Короче, наверное, спустя два часа мы закончили разговаривать со всеми по телефону. И сейчас я хочу собраться, привести себя в порядок для того, чтобы поснимать видео. Снимаю видео для того, чтобы снимать видео. Вообще, на каждом видео очень хочется выглядеть, конечно, хорошо. Когда смотрю других блогеров, они прям всё время красивые, с мейкапом, красивыми волосами, прическами. Конечно, понимаю, всех своя работа, и, наверное, девушкам в спорте всё время выглядеть красиво. Это очень тяжело. Но почему бы к этому не стремиться? Вообще, мне нравится идея того, как в теннисе есть вот эти приёмные вечера, где спортсменки надевают красивые платья, выходят. В волейболе всё время выглядят всё время по-спортивному. Теперь приступим к мейкапу. Я чуть-чуть наложаю себе тональник для того, чтобы не было вот здесь белых пятен от очков. Ну, вот так вот выглядит мой лёгкий дневной мейкап при дневном свете, чтобы заснять видео для вас. Короче, я тут вот так вот хожу. Только что снимала вот там для своего видео, для восстановления. Сейчас иду делать сразу два дела одновременно. Буду снимать видео и буду сидеть в тёплой водичке. Сейчас вам покажу. Вон, бассейн меня ждёт. Чувак загорает, блин. Ну вот, облом всех планов. Как я буду снимать, если он там загорает? Придётся идти в другое время. Так, здесь надо быстренько покушать. Не получилось у меня заснять. У меня уже совсем скоро интервью. Я поняла, что я захочу кушать. Быстренько намочила здесь макарон, сыр и броккови, котлетки. Буду что-нибудь смотреть. И потом буду готовиться к интервью. Только что закончила интервью в Клабхаусе. Было очень весело, на самом деле. Мне понравилось. Не было совсем много людей. Мы разговаривали с Роней Клингер и Ташей Майя из Малайзии. И мне кажется, этот подкаст будет также на Spotify. Так что я приложу ссылку. Все желающие смогут его прослушать. Ну всё, наконец-то я добровла из того, чтобы посидеть в джакузи и поплавать в бассейне. И заняться своим восстановлением. Сколько я ходила сюда? Три раза. И всё время была занята. И сейчас пришла. Просто солнышко светит. Всё прекрасно. Надо расслабиться, посидеть в воде. Вообще, кстати, не могу отключиться от каких-то рабочих мыслей. И от того, что надо что-то делать, надо бы просто тут сесть и подчилить. Мы когда были в Дубае в декабре, у нас прямо было запланировано в тренировку некоторые дни 30 минут акваэробика. Нам проводил наш тренер Андрис Эйкенс. И с одной стороны это было как-то тупо, но с другой стороны зато это было прям такое, типа, а, ну, без напряга можно делать. И, кстати, я чувствовала, что помогает. Потому что, когда мы в воде двигаемся, это как создаются вибрации. Или это что-то типа гидромассажа. А там были такие странные упражнения. Мы уже где-то 35 минут едем от нашего дома до Аллеи Славы. И мы решились всё-таки поехать туда в свой выходной. Посмотрим, что там есть. Знаем, что там рядом ещё кладбище, где похоронены многие звёзды. Так что мы собираемся ещё туда сходить. Так что сегодня один из тех выходных, который мы решили куда-то выбраться, а не просто быть дома. И мы поняли, что здесь, скорее всего, таксисты Uber очень хорошо зарабатывают. Потому что, когда мы вызывали Uber, нам надо было ехать 50 минут, это 27 километров. И мне цены показывали просто 108 долларов, 140 долларов. В итоге мы начали искать каршеринг. Оказалось, что здесь нет каршеринга. И как-то сама цена просто снизилась через какое-то время. И мы заказали Uber за 55 долларов. И всё равно, мне кажется, это так дорого. Итак, мы побывали уже на Аллее Славы. Мы считали, что оно будет чистое, прям вылизанное, что там будет красиво. Там так грязно, там всё засрано. Просто даже сейчас очень много туристов. Возможно, не туристов, но много людей. Все ходят, есть люди, которые там поют, танцуют, разудят. И им даже можно давать типс, пересылая на PayPal и ВНМО. То есть, просто если вы скажете, что у меня нет налички, уже не отмажетесь. Вот. Но мы там были буквально, наверное, 5 минут, 10 прошли туда-сюда. И решили идти на кладбище, где захоронены известные лица, персоны, актёры. И уже, наверное, вот 20 минут идём. Видели очень много людей, которые живут в палатках. Вообще всё грязно. И мы уже не знаем, что думать. Потому что или у нас такое отношение предвзятое, что здесь реально всё плохо. Здесь как-то не для людей. Электричество здесь не под землёй, а провода. Везде мусор, везде какая-то грязь. Всё сделано для машин. Не знаю. Как-то Лос-Анджелес пока нас вообще не впечатляет. Это хороший вид, в принципе, по сравнению с которыми мы видели. Здесь есть какие-то деревья. Что-то посажено. Более-менее чистая улица. Вот, обратите внимание, у нас в Латвии, мне кажется, такого количества пропадов нет нигде. Во, проходим мимо надписи Гурибут. Далековато, правда. Но мы не пойдём туда сейчас. Смотрите, вот кладбище выглядит хорошо. Хороший газончик подстриженный. Более-менее чисто. Ну вот, тут приятное место, чтобы погулять. Кто бы подумал. Хоть природа какая-то есть. Сразу чувствуется. Вот там какие большие памятники. Вообще много людей, которых русские фамилии. На русском написано. Вот там какое-то шикарное прям сделано фонтан. Меморио. Здесь вот такой ангел. Фонтан, конечно, круто. Информация, кто такой? Мы с Мишей решили, что нам здесь нравится. Что тут прикольно погулять. Что тут хорошая атмосфера, несмотря на то, что здесь кладбище. И если сравнивать кладбище в Латвии. Вот мне, к примеру, не нравится. Мне кажется, что у нас кладбище всё время в лесу. Там куча гнилых листьев. Везде мох. И какая-то угрюмая атмосфера. Такой гнильцом попахивает. А здесь прям такой светлый парк. Красивые памятники. Нету таких ничего. Такого прям броского, не знаю, каких-то венков там. Ну, чуть-чуть цветы где-то лежат. Но вообще, к примеру, там табличка, имя, фамилия, год жизни и всё. Уже хочешь что-то сказать? Ты так идёшь? Там уточки. Всё, мы приехали с нашей экскурсии. Сходили в магазин, закупились на неделю на 120 долларов. Овощи, мясо, сыр, яйца, рыбка. Так что вот. Вот, приготовили ужин. Брокколи, макароны, лосось на быструю руку. Будем кушать. Уставшее лицо в выходной. Ну ладно, хорошо. В выходные вообще получились. Не отдохнуть и много чего сделать. Но сегодня вечером я уже точно ничего не буду делать. Субтитры сделал DimaTorzok. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...